Добрый день, друзья! С вами Утро Гостатин. Сегодня тема лекции. Верока, следующая немножко запутанная сегодня тема лекции. Пожалуйста, будьте внимательны. Мы с вами ее распутаем. Вы, пожалуйста, будьте внимательны. Почему? Потому что через внимание вы сможете постичь любую свою болезнь. Не знать, откуда истекает ваш корень заболевания. Почему? Потому что вот именно сегодняшняя тема лекции – недомогание через воспаление. То есть, что такое недомогание? Это болезненное состояние. Это хорошо. Почему? Потому что когда человек чувствует болезненное состояние, иммунитет у него работает, выполняет свою функцию. Но болезненное состояние может чем-либо недомогание сопровождаться? Сердовичная ломка, недугом. Таким состоянием, которое немощность вызывает. Но при этом идут воспалительные процессы. Человек это чувствует. Жар внутри, появляется одышка, чрезмерная тяжесть, непонятная воспаление. Человек чувствует, что это воспаление. Непонятная воспаление. Откуда же это происходит? Но это все сопровождается недомоганием, слабостью, вялостью, которую человек объяснить так же не может. Вот приходят такие люди на диагностику и говорят, вы знаете, все хорошо. Но почему-то вот к концу дня я чувствую, что я воспалился весь и слабый. И это воспаление гнетет меня. Я слабею прямо на глазах. Я делать ничего не могу. Потом через какое-то время, час-полтора, эта воспаленность проходит. Все утихает. Все силы возвращаются назад. И вроде как ничем не бывало. Давайте, говорю, сделаем диагностику. Давайте сделаем диагностику. Смотрим, что тройной обогреватель частенько у таких людей воспаляется. А почему? Потому что тройной обогреватель отвечает за грудную и брюшную мочеполовую систему. Там, где все наши органы, системы, кровеносные сосуды, все главенствующие органы находятся. Заметьте, мы не показали головной мозг. Мы показали те органы, которые являются жизнедеятельными. И они имеют свойство воспаляться из-за того, что сам человек виноват. Первое, что человек не контролирует свою работу. Физическое перенапряжение. Вот многие люди не хотят смириться тем, что уже им не 30, уже 40. А те, кто 50, не хотят смириться. Они думают, что им 30. Они пытаются все, что встряхнуть своей молодостью, показать, что еще есть порох в пороховницах, что мы еще можем. Да, уважаемый зритель, можете. Но помните, если вы выкинете много энергии физической, то тонкая не успеет воспроизвести эту энергию, в связи с чего пойдут воспалительные процессы, необъяснимые от матушки природы. И что нам необходимо? Нам необходимо знать меру в своем, скажем так, физическом энергетических силах, физических больше силах, которые влияют на энергетику. Почему? Потому что энергетика контролирует физику. И если вы физику свою чересчур истощили, то энергетика может что? Воспалить физику. Из-за чего? Из-за того, что истощена физика. Вы ее истощили, уважаемый зритель. Вы. Прежде всего нужно знать, понимать, что должна быть во всем мира. Преклонный возраст меня поймет, кто слушает мою лекцию. Молодежь еще нет. Потому, уважаемый зритель, помните, если у вас появляется недомогание, которое перерастает в воспаление, эти воспаления порождают недомогание, данная точка, ТР-4, Янчи, вам помощь, данную точку нужно расслаблять. Тем самым вы успокаиваете и тонкую энергию, и тонкая энергия воспаляет, что контролирует физическую энергию. Тем самым наступает, что гармония, успокоение. Но, уважаемый зритель, пожалуйста, пересмотрите свой образ жизни, чтобы это воспаление потом не ударило в ваше уязвимое место. Оно есть у каждого человека, только не каждый о своем здоровье знает. Поэтому мы говорим частенько в своих лицах, что нужно болеть. И хорошо, когда человек болеет. Почему? Потому что он знает свои уязвимые места. Спасибо за внимание.